Главной новостью минувшей недели стал дебют нового, восьмого поколения Volkswagen Golf. Но подробности о нем мы расскажем в понедельник. А пока перенесемся в Токио, где под девизом «Открытое будущее» проходит 46-й международный автосалон. Toyota представила там новый компактный Yaris. У Mazda первый для марки предсерийный электрический кросс-хэтчбэк. Nissan готовит среднеразмерный электрический кроссовер. А Lexus фантазирует на тему беспилотника. Тем временем в России повысят скорость на автомагистралях и проверят безопасность автобусов. Бам! Марка Daihatsu, полностью принадлежащая Toyota, не часто становится героем новостей, ведь работает она лишь на нескольких азиатских рынках. Тем не менее, представленный в Токио прототип компактного кроссовера оказался любопытным. Серийная машина, если верить японским журналистам, получит забытое имя Daihatsu Roki. То был рамный внедорожник с жестко подключаемым или постоянным полным приводом и понижающей передачей. Современный же Roki – это классический паркетник с несущим кузовом и независимыми подвесками. Представленные модели с трехцилиндровыми турбомоторами и вариатором. Привод пока только передний, а в задней подвеске полузависимая балка. Но это только выставочные экземпляры. Платформа DNGA – это вариация тойотовской глобальной архитектуры для субкомпактных автомобилей Daihatsu. Это значит, что полный привод и задняя многорычажка тоже, возможно, и наверняка появятся. На японский рынок Daihatsu Roki выйдет уже в ноябре. А вместе с ним и его брат-близнец под названием Toyota Rise. Первый серийный электромобиль Мазды оказался кроссовером. Размерами он напоминает приподнятую Мазду 3. А вот название MX-30 – неожиданное. Обычно эти буквы Мазда используют для своих спортивных моделей. А за кроссоверами закреплена приставка CX. Смысл тут в позиционировании. Электрокар адресован активной молодежи. Спорт здесь перевесил практичность. Чтобы внедрить литиево-ионную батарею в силовую структуру кузова, электромобилю разработали собственную платформу. А схемой подвесок поделилась Мазда 3. Спереди здесь стойки Макферсона, а сзади полузависимая балка. Мощность электродвигателей пока не названа. Но ориентироваться будем на данные тестовых прототипов. Емкость тяговой батареи и запас хода по современным меркам невелики. Но Мазда уверяет, что средний европеец проезжает только 48 км в день. Компактный аккумулятор наверняка экономит вес. И тут пресс-релиз снова напоминает о драйверском характере машины. Подтвердить это могли бы характеристики, но они пока не раскрыты. Зато в Европе и Японии принимают предварительные заявки. А старт продаж во второй половине следующего года. Главный дизайнер Ниссана Альфонсо Альбайса объявил в Токио о наступлении новой для марки полностью электрической эры. Напомнив, что весной в Японии взошел на престол новый император Нарухита, эпоха которого называется Рейва, что значит прекрасная гармония. Молодым дизайнером я посетил 28-й токийский автосалон. Это было в 89-м, в первые годы эры Хейсей. Токио был великолепен и буквально трепетал от хай-тека. Темой автошоу была свобода передвижения. Я думал, что больше таких впечатлений в жизни не испытаю. Но вот, 30 лет спустя, я уже и не так молод, а мы празднуем смену эры Хейсей на эру Рейва. Как нашу собственную. У Ниссана 70-летний опыт в электромобилях. На наших чертежных досках и в глиняных моделях много новинок. И сегодня мы покажем, как выглядят две из них. Первая новинка – это субкомпактный IMK, который едва ли выйдет за пределы внутреннего рынка. А вот Ниссан Ария – это будущий глобальный кроссовер. По габаритам машина напоминает нынешний X-Trail. При этом Ария осваивает новую платформу, разработанную специально для будущих электромобилей Альянса Рено-Ниссан-Митсубиши. Технические характеристики не раскрыты. Известно лишь, что полный привод реализован путем установки двух электродвигателей на каждой оси. Единственная физическая клавиша в салоне включает питание. Все остальные кнопки – сенсорные. Выпускать модель начнут в следующем году. А еще через год или два продажи новинки начнутся и в России. Тем временем, Лексус фантазирует на беспилотную тему. Запуск такой модели намечен только на 2030 год. А к тому времени многое может измениться. Из того, что действительно хотелось бы увидеть, так это стеклянную крышу SkyGate. Ее задняя часть может превращаться в проекционный экран, чтобы задние пассажиры смотрели видео или пролистывали соцсети. Электрокар оснащен четырьмя мотор-колесами, ради питания которых установлен большой аккумулятор. По емкости должно хватить на 500 километров пробега. И это при том, что концептуальный Лексус получился просто огромным и весит без малого 2,5 тонны. И хотя именно такой Лексус в продажу не поступит никогда, другую первую серийную модель на электротяге японская марка представит уже в ноябре. Пилот молодежной программы SMP Racing Михаэль Белов завершил сезон итальянской Формулы 4 на четвертом месте среди 42 пилотов. За семь этапов Михаэль поднимался на подиум семь раз. Дважды «Россиянин» брал бронзу и пять раз серебро. На финальном этапе в Монце Белов снова поднимался на второе место в субботнем и воскресном заездах. Еще один пилот молодежной программы SMP Racing Александр Смоллер дебютировал на постсезонных тестах Формулы 3 Валенсии в составе юниорской команды Заубер и получил статус лучшего из новичков. На регулярной же основе Смоллер проводит сезон в Еврокубке Формулы Рено. В основу нового поколения пикапа Isuzu D-Max легла новая архитектура Dynamic Drive. Рама стала легче и жестче, а двигатель сдвинут назад ради лучшей развесовки. Габариты пикапа с двухдверной кабиной близки к прежним. Из соображений безопасности кузов теперь почти наполовину сложен из высокопрочных сталей. И общая жесткость выросла на 20%. Базовый турбодизель 1.9 просто перепрограммирован, а вот трехлитровый мотор модернизирован глубже. От прежней версии он отличается измененными камерами сгорания, увеличенным давлением впрыска и новой турбиной. В итоге отдача подросла на 13 л.с. и 20 Нм. В трансмиссию добавлена штатная блокировка заднего дифференциала. Новые рычаги в передней пружиной двухрычажки увеличили угол поворота колес. Сзади сохранился неразрезной мост на рессорах, но колея расширена, а тормоза теперь дисковые. Выпускается D-Max по-прежнему в Таиланде. Продажи там уже начались, а на внешние рынки пикап выйдет только в следующем году. Когда модель появится в России, пока неизвестно. Начальник госавтоинспекции Михаил Черников высказался за повышение скоростного лимита на платных трассах. Вопрос этот будут решать совместно с государственной компанией «Автодор», которая оперирует платными магистральными дорогами в России. Лимит повысит до 130 км в час на всех трассах, включая новое шоссе М11 Москва-Петербург, которое полностью откроется в ноябре. Напомним, что по действующим правилам дорожного движения скорость на автомагистралях ограничена на отметке 110 км в час. Если обратиться к статистике ГИБДД, то можно обнаружить, что за последние пять лет количество аварий с участием автобусов увеличилось. Чтобы снизить смертность, необходимо, помимо прочего, проверять безопасность транспортных средств путем проведения испытаний, иначе говоря, краш-тестов, максимально приближенных к реальным условиям. В начале лета власти инициировали масштабные проверки автобусов. На краш-тесты отправят десятки различных моделей. Отбирает их Росстандарт с помощью Минпромторга и МВД, которые анализируют статистику аварий. Цель проведения таких испытаний – выявление тех или иных нарушений конструктивной безопасности, либо, наоборот, выявление того, что такие несоответствия отсутствуют в конкретной технике. В этот раз Росстандарт и Центр испытаний НАМИ провели публичный краш-тест автобуса «Волгобас-Серпантин». С помощью автокрана машину опрокинули с полуметровой высоты, на бетонные плиты. На первый взгляд экземпляр выдержал испытания достойно. Часть стекол вылетели, деформировалась крыша и некоторые сидения. Впрочем, специалисты вынесут вердикт позже. Оценивать будут специалисты лаборатории аккредитованные, которые мы привлекаем для этих мероприятий. В данном случае у нас это полигон НАМИ. И по результатам будет подготовлен акт, в котором будут отражены все несоответствия либо соответствия по установленным требованиям безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...